Продолжаю короткие ежедневные выпуски моего видеодневничка, рубрика «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я рассказываю, что в разные годы века минувшего происходило на Камчатке, о чём писали местные газеты. 21 день января. Газета «Камчатская правда». 1932 год. Заметка. Вызов. Учителю девятилетки Павленко Науму Савичу, проработавшему учителем свыше 25 лет, окрстрах кассой, назначена и утверждена ОИКОМ, пенсия за выслугу лет в размере 270 рублей 76 копеек в месяц. Как остающемуся дальше на работе, ему будет выплачиваться половина пенсии, то есть по 135 рублей 38 копеек в месяц, независимо от заработков. Приветствуя первого пенсионера, просвещенца Камчатки, получившего пенсию по новому закону, коллектив страховиков выражает уверенность, что товарищ Павленко ознаменует это событие дополнительной подпиской на третий решающий заём. Подписку на заём оформит непосредственно через коллектив страховиков. Наум Савич Павленко был одним из активных членов Камчатского краеведческого общества, объездил всю Камчатку с 20-х годов, опубликовал ряд статей в Камчатской печати, ряд статей, рассказывающих об отдалённых уголках полуострова. Обратите внимание, как страховики хотят засунуть руки в честно заработанную четвертьвековым трудом пенсию, чтобы мы тебе пенсию назначили, а ты давай подписывайся-ка ещё на заём, отдавай деньги государству, которое тратит эти деньги на содержание всяких партщинуш и боссов. Это была рубрика «Камчатка. День за днём. 21-й день. Января». Мы читали Камчатскую правду 32-го года века минувшего.